Добрый день! Мы начинаем наш очередной пресс-клуб и сегодня тема нашей встречи, нашей передачи «Народный флешмоб. Принеси ботинки своих эмигрантов». Под таким девизом 2 марта в Риге прямо напротив здания кабинета министров прошло мероприятие, участники которого были жители нашей страны. Они приносили обувь родственников и своих близких, которые уехали из Латвии в поисках лучшей жизни, работы и оплаты своего труда. По официальной статистике с 2000 года Латвию покинули более чем 450 тысяч человек. И самый массовый отток людей произошел в 2009 году, когда за один год уехало более 125 тысяч населения. На самом деле эта цифра значительно выше. В среднем более 20 тысяч человек ежегодно подъедают нашу страну. Я рад представить наших сегодняшних гостей. Олег Буринский, руководитель Федерации атлетизма и культуризма Латвии. Эдуард Бельников, ученик 12 класса, кандидат на выезд. И Виталей Кумен, редактор газеты Эзерзена. Уважаемые гости, тема на самом деле обширная, нам надо вложиться в формат сжатый. Поэтому будем более лаконичны, более кратки, более ярки и не будем застаиваться, чтобы никто не уснул, чтобы было интересно. Люди уезжают. Мы из Латвии или в поисках возможностей и приключений. То есть Ивета, вот в Латвии, в Латгалии, Красновский край, наверное, самый такой, кто больше всего зафиксировал и пострадал от того, что люди уехали. От чего люди едут? Едут за возможностями или за приключениями? Ну, я думаю, что мало кто едет за приключениями. Я лично не знаю таких людей. Конечно, за возможностями. Конечно, от того, что нету возможностей, скорее, здесь. У меня знакомые семьи, которые попали в такую ситуацию, где у родителей не было работы. И дочка, которая подросла и закончила здесь учебу, она просто не нашла работы и уехала еще в 2002 году. И, к сожалению, не собирается возвращаться. Но в той же семье младшая дочка, она закончила университет, она педагог, она закончила магистратуру, у нее хорошая работа. И хотя сестра, которая в Англии живет, приглашает ее туда на более оплачиваемую должность, да, где больше денежек, она нет, она не согласна. То есть ей хорошо здесь, есть работа, есть это ее родина. То есть даже в одной семье, да, в каждой семье по-разному, наверное, причины, почему езжают. У меня у самой даже была такая причина, когда я, к сожалению, не могла найти работу. И мысли уже были о том, чтобы поехать работать, искать где-то в Европе, ну, в Германию, я думала. Но вот когда проходила эта акция, флешмоб с обувью, да, то в Ригу очень много приходило действительно людей. И приходили даже не те, у кого уехали, а приходили те, кого попросили отнести за меня, да. То есть если изначально там первые там 15-20 минут это не было так массово, то уже к середине дня все увидели, что это обрело тысячный формат. И народ уже шел, обращал внимание на этот стул с камнем, да, то есть в знак того, что есть жирная точка, и она не окончательная. Но, Олег, вот скажи, была ситуация, когда страна была более обширна, но она все равно имела какие-то границы, но возможности. Давай все-таки к первому всему вопросу. Я считаю так. Свобода передвижения есть величайшее достижение нашего общества. Это величайшая ценность любого свободного человека. Свободно ездить, жить где я хочу, в любой стране, работать на любом месте, в любой стране, которая мне нравится. Весь цивилизованный мир живет так, вся Европа живет так. В любой стране есть процент населения, проживающий за территорией своего государства. И никого эта ситуация не напрягает. Меня тоже. Хорошо. Если бы твои дети были нацелены жить здесь, они бы нашли полностью все возможности и условия жить здесь? Конечно. У нас очень комфортный город, очень уютный город. Здесь легко начинается, довольно легко вести бизнес, хорошо начинать стартапы. Здесь востребованы все профессии, специалисты всех профессий у нас в городе востребованы. Я вот сейчас сделал себе, там, камин менял. Я полгода ждал очереди летом. То, что все занято. Человека все. Завала полно, работ полно. А тот размер зарплаты, который... Денег берет, он, кстати, каминчик очень-очень хороший. Я понимаю. Ну вот сидит у нас Эдуард, да, он самый молодой в нашей компании. Вот он как раз, как я сказал в начале передачи, кандидат на выезд. Вот как ты считаешь, за тот минимальную зарплату, которую мы на сегодняшний день готовы платить? То есть вот ты сразу вышел со школьной скамьи, тебе нужна работа. И за те деньги, которые ты реально видишь, ты можешь здесь прожить? Прожить можно за любые деньги. Было бы желание. Я не считаю себя ни патриотом, ни антипатриотом. Просто мне проще уехать в Польшу. У меня есть польские корни, я могу сделать польские документы, которые мне помогут бесплатно получить польское образование, которое котируется, и получать хорошую стипендию. Я не вижу смысла не мучиться в Латвии. Я обожаю город, я обожаю Дауфтус. Я здесь вырос, я здесь стал человеком. Мы не видим смысла тебя удерживать. Так что молодец, красавец, конечно. Нет, никто никого удерживать и не собирается. Просто люди на самом деле бегут не от того, что их удерживали. Да что же выражение, бегут. Весь мир бежит, все бегут. Давайте посмотрим на статистику. Полумиллиона населения Латвии мигрировало за пределы. Отчего? Да, я тебе скажу статистику. В количестве Португалии, а та же страна, процент населения португальцев, живущих за пределами своей страны, гораздо выше, чем латвийцев. Ирландцев живет за пределами больше, чем латвийцев. Какая в этом проблема? Олег, посмотри на меня. Посмотри, я в 2002 году, полтора года отжил как раз на том континенте, где, ты говоришь, люди убежали. Они бежали оттуда. Что за выражение убежали? Это манипуляция уже убежала. А это не манипуляция. Я не бегаю, я путешествую по миру спокойно. Ты путешествуешь по миру. Но португальцы, те же испанцы, они выезжали в другие страны по причине более высоких заработных плат. Внутри страны не было тех возможностей, за которые они могли работать, содержать себя, развиваться и улучшать свои возможности. И здесь точно такая же система. Здесь тоже самая система. И люди убегают. Да что за слово выражение убегают? Я никуда не убегаю. Ты убегаешь от кого-то? Кто с тобой убегает? Так а что ерунду говорить? Алиик. Вот убегает. Это убегает. Если тебе более приятно будет услышать, что они не остаются в Латвии, я могу говорить, что они не остаются. Они проживают за пределами своего государства. А причина? Потому что на Западе более высокие зарплаты и более высокие уровень жизни. Супер. А теперь давай посмотрим еще на ту же ситуацию в Краславском регионе. Средняя зарплата в Краславе сколько составляет? К сожалению, я не могу сказать. Ну вот у вас как бы... Нет. Ну как, при чем тут это? Средняя зарплата на Западе выше. Мы не угодимся за средними зарплатами. Потому что вся экономика, центр экономики находится на Западе. И вся миграция это не Далгупилс, это не Краслава. Весь Восток, все восточные страны едут на Запад. Нет. Цивилизация в Европе идет с Запада на Восток, а миграция идет на Средничество. С Востока на Запад. Это тенденция. Миграция вообще из азиатских стран это отдельная тема на самом деле. Мы сейчас азиатские страны обсуждаем. Нет. Мы говорим... Просто ты переключил внимание на Азию. Потому что на Западе более высокие зарплаты и более высокий уровень жизни. Это факт. Так будет. Да. Количество возвращающихся в Латвию, к сожалению, невысокое. То есть, если бы все просто ехали бы за зарплатами, а сюда возвращались бы жить... Как это отражается на вашей жизни? На нашей жизни? Да. Ну, если смотреть по факту бизнеса, открытие любого бизнеса или предприятия... Неправильно. Выберется вести бизнес. Вранье. 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 Легко просто. Посмотрите, сколько подкрылось у нас заведение, и сколько еще. Олег, сколько крупных заводов и предприятий в Латгале Какие заводы? Заводы уже все умерли. Заводы были в Совке. Потому что в Совке мы жили в условиях тотального дефицита. Ничего не было. Все магазины пустые. Поэтому строить заводы, выпуская любую... Я понял твою позицию. Сейчас, подожди, сейчас заводы... Что ты собираешься выпускать на этих заводах? Сейчас товарное изобилие. То есть, Латвия это страна потребителя? Да. То есть, мы ничего не способны производить? Весь мир потребитель. Какие сейчас заводы? Какие рабочие? Сейчас уже робототехника. Вот я сегодня смотрел эти идеи, чел там в Китае как работает. Там вообще просто идет огромнейшие вот такие посылки. Все роботы стоят, сортируют, делают. Сами же машины, сами уезжают, уходят. Какие рабочие? Какие там? Токаря, сверли детали. Ребята, этого нет уже. Мир поменялся. Сейчас на заводах работают роботы. Мир поменялся. Конечно, да, мир поменялся. Поменялись технологии. Время идет вперед. Люди продолжают уезжать. К сожалению. А вы все заводы, блин. Что вы выпускать собираетесь на заводы? Выпускать проблем нет. Кому вы продавать, что собираетесь? Всего полно. Поверь мне, если мы организуем отдельную передачу что выпускать и продавать, я расскажу. Расскажи. Много расскажу. Так выпуская. Кто тебе не дает открывать заводы? Я выпускаю. Не вопрос. Не вопрос. Ты знаешь, что выпускает. Олег, я знаю причину, почему в Латвии, в Даугавпилсе невозможно открыть завод. Потому что это квалифицированные молодежи. Экономически все целесообразно. Почему возьми страну в Германию развитую? Вот посмотри. Все предприятия в Германии стоят на западе. А на востоке ничего нет. Деволосоциалистическая Германия. И никому не приходит в голову, давайте заводы перевозить на востоке Германии. Последняя информация для тебя. Да. Хорошо. С 7-6 по 8 марта в Латвии в коммерческом регистре предприятий закрылось более 3250 предприятий. Значит они слабые. Юридические структуры. И что с этого? Это не слабость. Как это отразилось на твою жизнь? Я могу провести курс по экономике, но это тема для следующей передачи. Тогда что ты делаешь на этой передаче? Если ты не можешь курс по экономике, займись экономикой. Отдельно расскажу тебе. Построй завод, сделай. За кадром. А мы поаплодируем, если у тебя все получится. У меня все получится. Давайте посмотрим на ситуацию в том, что действительно людей стало меньше. И кто бы что ни говорил. Какая трагедия? Трагедия, не трагедия. Но в нашей стране их стало действительно меньше. 20 лет назад все средства массовой информации переезжали, что люди уезжают с села. И все бегают. Ай-яй-яй. У нас в передаче ни одного актера. Но тенденция такая. Олег, у нас в передаче ни одного актера. Потерпи. Раз позвал. Переделаем информацию. Теперь мы перейдем к следующим участникам. А потом еще раз будем обращаться с тобой. Хорошо? Давай я сам решу. Все-таки у нас в стране свободное слово. Замечательно. Когда молчать. Хорошо? Я учту твои пожелания. Замечательно. Теперь я спрошу у Эдуарда. Поступай так, как считаю. То есть молодое поколение все-таки оно на что больше ориентировано? То есть среди твоих знакомых? Быть в стране? Жить в стране? Или им интересно познавать мир? Но почему они едут познавать мир? Лично я еду, потому что в Латвии... Хорошо. Зачем сначала даугов пился? Нету тех школ, тех университетов, которые могли бы дать мне то образование, которое я хочу. В Риге тоже этого нет. Ближайшее, что есть, это или Минск, или Варшава. Зачем мне мучиться здесь, как-то ездить, выкручиваться, если я могу спокойно все получить, все, что мне нужно. Я не имею ни против ни Латвии, ни за Польшу. Все для себя. Мне просто будет удобнее и спокойнее. Не, но мы сначала говорили вопрос, что у нас есть патриотизм. Ты сам сказал, что ты патриот. Я сказал, что я и не патриот, и не антипатриот. Я люблю свой город, я люблю людей, потому что они меня вырастили. Я появился благодаря... Но тебе бы хотелось в будущем те знания, которые ты получишь за рубежом, применить сюда для своего города, для своей страны, то есть для своих оставшихся друзей, которые здесь были. А почему бы и нет? Если мне это не помешает содержать семью, если мне это не помешает создать семью. Ну а в текущей ситуации ты видишь такие возможности, что ты получишь знания там, вернешься сюда и будешь востребованным специалистом, чтобы дальше самореализоваться. Да, смело. Это может быть будет сложнее, чем в той же самой Польше, в Германии, но по идее в Даугу впился слабая конкуренция. И я не знаю, как жизнь повернется. Я еще на самом только начале этапе я понятия не имею, что будет. Пока что мне удобнее и легче там. Потом я, может быть, вернусь, заработаю здесь состояние, сделаю там 3-4 бизнеса. А может, я уеду в Германию и построить заводы в Германии. Откуда я это знаю? И где ты будешь себя потом реализовывать? Это только твое личное дело. И что да? Никому ты ничего не обязан и никому ты ничего не должен. Обязанным я может стараться и комфортнее и лучше. Это я согласен. А как родители, кстати, смотрят на то, что если ты будешь жить в другой стране и потом, может быть, не вернешься сюда? Родители смотрят с той стороны точно так же, как и я. Если мне так будет лучше, если я смогу просто нормально жить, зарабатывать себе, не считать мелочь на гречку и просто не мучить себя и спокойно жить в Германии, да без разницы. Главное, чтобы они знали, что их сын не бедствует, не голодает, не болеет и может сам за себя постоять. Молодец, красавец. Ивета, можно тогда я у вас поинтересуюсь? То есть у вас две дочери, я правильно понял? У меня дочка и сын. Дочка и сын, да, а кто из них за рубежом? Никто. Моя дочь работает в Риге, она устроена и очень, да, я сама из Риги приехала сюда. Дочь осталась там, да, мы с сыном приехали. Сын учится в техникуме. Не знаю о будущем, вот он интересуется, например, он был в семинаре в Брюсселе, да, то есть мне нравятся эти возможности. Кстати, я где-то согласна с Олегом, потому что я вижу больше возможностей сейчас. И мы ими воспользуемся, пожалуйста. Ты можешь спокойно слетать на два дня в Европарламент, на семинар, познать там, да. Мальчик, сын доволен и рассказывает друзьям, это чудесно. У меня у самой, да, не было возможности, но потом появилось. Если бы было намного больше людей, я не знаю, как бы я продвинулась в своей должности. Я начала корреспондентом и через три года я стала редактором, да. Я не знаю, какие бы у меня были возможности, если бы у нас было очень много. то есть я не вижу здесь... Я лично себя чувствую хорошо, очень, да. У меня есть возможности поехать за границу и приехать обратно. Я рада этому. Счастья не в количестве, счастья в качестве жизни. Кстати, про бизнес. Я против завода в Краславе, например. Не нужно, уже время прошло, они везде закрылись по всему. Потому что у нас такая чистая природа, и построить завод и ее загадить, извините, нет. Надо использовать тот ресурс, который есть. Понимаете, современные технологии, они не все загаживают ту среду, экологию, как вы думаете. Тоже, но, да, вот есть такой фестиваль «Лампа» в ЦЭСИС, да, проводится. Да. Очень нравятся там эти разговоры, да. И вот мэр ЦЭСИС об этом рассказывал, что был выбор или построить завод, или сделать концертный зал. Сначала был, ой, концертный зал, что же мы там выиграем. Но он же обвязал вокруг себя, пожалуйста, гостиницы, столовые, там, кафе и все остальное. И люди теперь едут в ЦЭСИС из Риги, едут в ЦЭСИС жить, да. И там увеличивается количество населения, да. То есть можно подумать то, что у нас есть, и воспользоваться этим и развивать это. Не обязательно заводы строить. Хорошо. Давайте посмотрим на ситуацию, происходящую в таком ракурсе. У нас все равно уже много людей уехало. Кто на постоянную жизнь, они для кого-то являются примером. И вот это, опять скажу, нелюбимое слово «бегство» в один конец, да. То, что происходит. Поживание за пределами своего государства. Но, тем не менее, количество уехавших больше, чем тех, кто сюда захотел вернуться. И здесь находят ли для себя наши соотечественники за рубежом какие-то трудности или преимущества? Как вы думаете, что ожидает того человека, который ориентирован на то, чтобы поехать учиться, а потом остаться жить? То есть в чем могут быть сложности? Как вы думаете? Приехать туда за границу учиться и там остаться? Да. Я думаю, действительно, это работа. Найдет ли он там себе применение, она останется здесь. Но если приехать сюда, обратно в Латвию… Кстати, это во всем мире. Да, я была в Финляндии, в парламенте. И также обсуждали этот вопрос, когда люди уезжают из маленьких населенных пунктов туда-то в большие города. Это главное потом создать условия, чтобы они могли вернуться, например, семьи, когда у них дети появляются. Нет, у нас просто на начальном этапе всегда была такая проблема. То есть те, кто уезжали в начале 2000-х, они ехали туда преимущественно в поисках работы. Раз. И у них была проблема языка. То есть для многих этот стереотип остался, что мы, приезжая туда, никому не нужны. И по части в тот период, и даже в последние годы еще, многие попадают в обстоятельства, когда они понимают, что работать за границей, жить за границей сложнее. Вот у тебя, Эдуард, как у молодого человека, который знает уже свою цель, что он поедет учиться, получать профессию. Вот в твоем кругу знакомых людей, то есть твоих одноклассников, твоих одногодок, вообще какие настроения ходят? То есть на что они ориентированы на самом деле? Да, абсолютно разные. У меня есть один друг, который собирается со мной точно так же просто в тот же самый город ехать, чуть ли не на тот же самый курс идти. А другая моя одноклассница сейчас уже купит деньги, чтобы купить себе квартиру в Даугавпилсе, и чтоб можно было спокойно вместе со своим молодым человеком завести семью и сделать ребенка. другая хочет уехать в Гагу, потому что даже в ближайшей Европе нету того, чего она хочет. У каждого свое, абсолютно все в разные стороны напичканы. Человек десять, не совру, есть просто, которые хотят отучиться в Риге или в Минске, найти технологии, жить в Латвии и просто работать по всему свету по интернету. Просто им нравится этот город, он дешевый, он удобный, здесь семья, здесь друзья, здесь все, а деньги можно зарабатывать и в Даугавпилсе, хотя ты можешь там работать на другие разные сферы. У каждого человека свое, да и не сильно я за ними слежу, мне все же больше интересен я и мои личные как-то вещи. Ну а вообще есть те примеры, вы бы могли своего круга знакомых привести и сказать, что он да, он уехал, он устроился хорошо или наоборот, он попал в негативные обстоятельства и не знает, как с них вырваться. Да разные есть и такие, такие есть. Жизнь вообще очень странная штука, я с каждым годом все больше и больше ей поражаюсь, потому что сколько раз я уже передумал свои планы за последние несколько лет, да масса, чуть ли не каждый день я по-другому думаю, потому что вижу какие-то лучшие варианты. Люди есть, которые устроились и там живут, которые не устроились, вернулись сюда и здесь устроились, у каждого свое. И поэтому эта тема настолько обширная, надо как-то выбирать узкое направление отдельных личностей рассматривать, ну тоже как-то глупо. Хорошо, давайте перейдем. Сейчас немножко ремарку сделай, что все люди разные, нельзя все строить под одну гребенку, а давай мы их соберем, как они там уехали, как живут. Останется человек жить там или приедет сюда, это только его личное дело, которое не касается никого больше. Как это решит, так он и поступит. Молодец, красавец. Конечно, и тоже важно государство, которое тебя как-то способствует. Просто в Латвии, Латвия не заинтересована особо тем, чем хочу я заниматься. И это не проблема ни Латвии, ни моя, просто мы так немножко в этом плане не сошлись. А может быть я ошибаюсь, может это прям нужно от меня, например я хочу заниматься искусством каким-то. А может Латвии этого именно не хватает. Я пока что просто этого не узнал, и вот я отучусь и пойму, и что именно в Латвии добьюсь своего успеха. Кто знает. Ну давай тогда затронем еще одну тему, которая идет тоже не от меня, она идет как раз уже от латвийского правительства. То есть посчитав то количество жителей, которое рождается и которое выезжает из страны, появились первые прогнозы, что в 2030 году Латвия будет испытывать острый большой дефицит молодых специалистов. И вообще, кто останется жить по статистике, пока непонятно. Веду чего латвийское правительство в прошлом году, в 2018, создало программу реэмиграции, на которую выделила определенную сумму денег там 425 тысяч, где задачей координаторов проекта это было налаживание контактов с латвийцами, живущими за рубежом, с тем, чтобы выяснить, какие у них умеются нужды, проблемы, мешающие возвращению на родину и по мере возможности оказать поддержку этим людям. Ну а в 2019 году уже появились первые отчеты, по которым было видно, что количество заинтересовавшихся вернуться на родину было очень мало, всего 399 человек, причем больше половины из них это те, кто уже заработал себе социальные пособия, то есть вышел на пенсию и вернулся в Латвию, уже имея пенсию другого государства, а здесь просто строить свою жизнь дальше. Вот как вы думаете, вообще вот если вдруг произойдет чудо и латвийцы захотят сюда возвращаться, действительно, как сказал Эдуард, получив образование либо специальность какую-то уникальную, приехать в эту страну и строить, строить и развивать это государство, это будет во благо или уже во вред? А чего гадать? Посмотрим, увидим. Ну если что-то строить и приедет народ, ну это всегда хорошо. Но 2030 год он не за годами, а число, как я сказал в начале передачи, в среднем 20 тысяч человек в год все-таки уезжает на ПМЖ за рубеж и пока у нас количество рождаемости не повышается, а наоборот смертность доминирует и те люди, которые у нас родились, они выезжают из страны, а замены их действительно на внутренней территории нету. Олег, как ты думаешь? Ничего в Латвии не случится, мы живем в условиях рынка, который обязательно заполнит все ниши. Не надо переживать вот эти глобальные там, что с государством, давайте спасать государство. Мы жили в советское время, вот когда советская была система, на первом месте было государство. Человек там никто, его желание никто, ты винтик, ты должен за государство там ехать, бам строить, умирать, воевать сделать. Сейчас мир поменялся. Сейчас на первом месте не государство, не город, а на первом месте человек, его личные свободы, его право на свободу передвижения, его право на поиск любой работы. Надо определиться в приоритетах. Главное не город, главное мы, жители. Не мы работаем в городе или в государстве, чтобы государству хорошо жилось, а государство и система городская созданы для того, чтобы нам здесь было бы жить комфортно и хорошо. Поэтому не надо переживать за государство, переживайте за себя. В принципе мы за себя и переживаем. Повторю, это молодец, красавец. Насчет программы реэмиграции, да. Она меня возмутила, честно сказать, когда я ее прочитала, меня возмутила, потому что думать надо о тех, которые остались, да. И они те, которые, куда мы их позовем. Вот я спросила у Нового Дома с Прекшсадой Атась, да. Краслава с Нового Дома с Прекшсадой Атась. Гунар Супенэкс. У нас прозвучала такая, очень хороший фильм был, узняемая ее Дена у нас был, и там такая рекламка. Те, которые хорошо устроились, молодые люди, да, которым поощрили их бизнес, да. У нас есть такой, действительно, дается грант молодым начинающим, да, на бизнес, начиная бизнес. И это очень прекрасно. И они начали, и они себя реализовывают в Краславском крае, да. Они счастливы, они говорят, как хорошо у нас жить, приезжайте к нам. И несколько вот таких молодых людей с семьями, да, приглашают. И я тогда спросила у Гунар Супенэка, а мы можем гарантировать, вот сейчас скажут вот 30 молодежи, да, мы к вам едем. Вы нас позвали, мы едем. Нам есть, во-первых, куда их поселить. На что он сказал, да, у нас есть, да, у нас есть квартиры, которые бы надо было отремонтировать. Так вот, может быть, эти деньги нужны, чтобы отремонтировать это жилье, куда, действительно, уже приглашать, чтобы семья приехала. А остальные условия, я считаю, в Краславе прекрасные. Детские садики, школы. Природа. Да, да, действительно. Нет, если посмотреть... И можно работать отдаленно, да, в тоже прекрасных условиях. Нет, но бизнес, возможно, действительно обширный. Здесь, что сказал Эдуард, что говорит Олег, это все правда. Но большинство людей, они еще ориентированы жить по-прежнему. То есть, им действительно нужны стабильные предприятия, им действительно нужно стабильное информационное поле, чтобы их направляли, потому что не все, возможно, не все могут самостоятельно сориентироваться, куда дальше выложить свой ресурс, свою энергию и кем быть в этой жизни. Особенно это касается и молодежи, потому что я тоже с ней активно общаюсь и зачастую на вопрос, а кем ты хочешь и куда ты пойдешь учиться. Он просто говорит, тупо да, я не знаю. А я ему говорю, ну, в принципе, у тебя уже последний год в школы остался. А, да, ну ладно, экзамены еще надо доздать, там подумай. То есть, нет уже этой целеустремленности. Это же прекрасно, что у них есть возможность поехать в эту же Германию, строиться на завод и осуществить свою мечту и жить счастливо и прекрасно. Если так смотреть туда, но если смотреть с той стороны, что сами люди стали просто ориентированы поехать туда, якобы там больше возможностей, а едут они туда и зачастую без цели, попробуют, то это пугает. Олег, это то, что они едут. Каждый сам разберется со своей жизнью. Не надо думать за других глобально, пытаться кого-то осчастливить насильно. Здесь никто не думает о том, как насильно. Надо человеку дать возможности. Просто зачастую были ситуации. Если быть более лаконичным направленным, то попадая в ту среду, наши люди, они не приспособлены там выживать. Кто ваши люди? А наши люди приспособлены нормально. Живут, работают и счастливы. Приезжают, кто возвращается, кто уезжает. Поэтому, может, надо разделить, какие люди наши, а какие ваши. Мы не будем их делить. Какие люди ваши, а какие люди наши. Давай вообще никого не делить. Пускай каждый человек сам решает. Каждый человек личность уникальная, единственная. У вас одна жизнь, одна единственная и неповторимая. Поэтому каждый сам определяйтесь, как вам жить. Никого не слушайте. Живите счастливо для себя. Хорошо. Каждому 10-15 секунд, что бы вы пожелали тем людям, которые хотят поехать и посмотреть мир? Путешествуйте. Путешествуйте. Смотрите мир. Я сам был бы молодой. Поехал бы. Это очень интересно. Поработайте в странах различных. Поработайте в Англии. Не понравилось. В Германии. В Америку съездите. Смотрите мир. Смотрите шире. Забудьте это дурацкое слово. Уехал за границу. Уже границ нет. Уже едешь по всей Европе. Сам не знаешь, по какой стране едешь. Пользуйтесь. Это величайшее завоевание свободного человека. Свобода передвижения. Эдуард. Какие пожелания людям, которые хотят уехать? Да пробуйте тоже. Я с вами, ребята, я с вами. Я тоже не знаю, как все будет. Все стоишь на таком вот непонятном мосту. Удачи, наверное. Потому что удачи и терпения и сил. Потому что это тоже не просто уехать. Лично мне, чтобы сейчас уехать и получить то, что я хочу, пласт документов и пласт сил нужно потратить и поездить, и потратить тоже денег. Успехов, начинания во всем. И правда, я как-то считаю, что уехал за границу тоже не очень. Есть земля, есть люди. И все. Границ нету. Какие короче еще есть? Мир потерял свои границы. На этой позитивной ноте мы закончим. Да. Те, кто попал уже за границы нашего города, значит он попал далеко и хорошо. Ну и всем хочется пожелать только хорошего, позитивного настроения. Ну а ботинки? Ботинки, наверное, иногда надо выносить, чтобы люди видели. Границ нету, все. Все все делали. И на это все, как вам понравился. У нас все. У нас все. У нас все, что мы говорим. Пог tresp Kat. Давай, давай. Продолжение следует...